К нам подключается Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО. Алексей Иванович, здрасте. Да, доброе утро. Уже подключились. Начинаем, конечно, со сбитого на территории Белгородской области российского военно-транспортного самолета Ил-76. Ну, с общего начнем. Что вы думаете по поводу этой атаки? Если говорить общее, то так как поражение военное неизбежно для ВСУ, это признают все, вопрос во времени, то усиливаются некоторые формы, которые считаются в этих условиях более эффективными. В данном случае террористические, диверсионные действия и прочее, прочее. Обратите внимание, у нас идет серия поджогов. То там склад сгорит, то нефтехранилище, то сегодня опять... В ТОПСЕ прилетело, да. Да, вот. Не обязательно прилетает. Вот вдруг загорелся склад, вдруг загорелся рынок. В общем-то, места, которые достаточно доступны для любого гражданина. И я вот думаю, что здесь активизировалась та команда спящих, которая заброчила военная разведка или службу безопасности Украины. в свое время как раз в расчете на этот террор и на дестабилизацию внутриполитическую. Потому что главная задача ведь для американцев, это даже не военная победа Украины. Они, в общем-то, не очень к этому стремятся. Если бы они хотели этой победы, они бы дали больше значительно, чем они дают сейчас. А кое-что у них было, да, еще то, что они могли бы дать. Они хотят затянуть конфликт военный, чтобы давить на нас и добиться внутриполитической дестабилизации в России. И это будет усиливаться, потому что чем ближе президентские выборы, тем потребность такой в дестабилизации, смене режима. Путин им нужен, Путин и смена режима. Вот поэтому террор, к сожалению, это то, к чему будут прибегать сейчас все чаще и чаще. И в этом смысле нам надо как-то максимально внутри консолидироваться, потому что одним силовикам этого не сделать. Не хватит ни милиционеров, ни ПСБшников для того, чтобы обеспечить внутреннюю безопасность территории, на которую приехало там несколько миллионов граждан соседней страны, из которых могут быть десятки тысяч законспирированных агентов. Я уж не говорю про тех, кого могут просто подкупить или одурачить. Поэтому проблема будет такая. А сейчас формы терроризма и диверсии становятся все более и более предпочтительными для ВСУ и для военной разведки Украины. И в данном случае сбили самолет, они к этому готовились. Лично мое мнение, что это было сделано диверсионной группой, пускай там дальше эксперты разбираются, ПВОшники, но если самолет заходил на посадку, то это прекрасный повод для того, чтобы из РССР, у которых дальность по высоте 4 километра, сбить такой самолет. Значит, это могла сделать диверсионная группа, которая знала о том, что полетят пленные украинцы. Ну, а для того, чтобы пленных наказать, на самом деле, демонстративно, украинцы уже не раз показывали, что они готовы это делать, в том числе и хаммерсами бомбили, так сказать, по зоне, где содержались пленные украинские военнослужащие. Было дело, да. Да, и отряды, загранотряды расстреливали и крупнокалиберных пулеметов, и артиллерии отступающих у украинцев. Вот здесь еще один есть момент, я уже закончу, но потому что это затянул, конечно, ответ. Но один момент есть, на мой взгляд, очень важный. Мы недооцениваем его, но есть в определенном смысле негативное качество у той части российской нации, которая проживала на территории украинца и которая называла себя украинцами. Вот так я длинно выражусь, да. Это беспощадная жестокость. Ведь мы сейчас не говорим, но на самом-то деле, уже после Второй мировой войны больше 50 тысяч гражданских было уничтожено бандеровцами. Порядка 50 тысяч солдат, военнослужащих и офицеров было уничтожено. То есть за все время более 100 тысяч, 100 тысяч подчеркиваю, в послевоенное время солдаты гражданских было уничтожено. Причем очень часто это делалось зверскими методами. Такого зверства, которое допускали бандеровцы, мир не видел. Они были сопоставимы только с такими же зверствами венгерских оккупантов. Поэтому вот это вот качество еще поджечь соседа Селенина, да, это вот милое дело. Поэтому я, честно сказать, с очень большой настороженностью отношусь даже не к тагедии с самолетом. Здесь, понятно, действовала, на мой взгляд, диверсионная группа с РСЗО, а не могла бы туда подойти там какой-нибудь старый наш БУК, а тем более трехсотка на такое расстояние. Даже теоретически. Все-таки это слишком близко было бы к границе Российской Федерации, да. Поэтому я больше чем убежден, что вот если вы, как вы сказали, дайте общий говорить. Общий, к сожалению, надо понимать, что эти люди, они безжалостные, и они будут максимально использовать террористическую диверсионную деятельность, в том числе для запугивания. Вот пример нам, это Одесса, которую сожгли демонстративно. Это Азов, где были уничтожены тысячи людей в подвалах. И на самом деле мы даже не знаем, сколько людей сейчас замучено в подвалах Харькова, я не знаю, ну и других городов. Ясно, что это не одна сотня людей. И вот мы об этом как-то не говорим, а зря. Вот надо понимать, что экзистенциальная война, которая нам была навязана американцами, она и будет такой войной. И никакие сейчас намеки на переговоры, договоренности, передыхи там и все прочее, они этому не помешают. Американцам бы очень хотелось, чтобы военные действия, может быть, по эскалации их была бы несколько ограничена, чтобы можно было собрать ресурсы для дальнейшего рывка. А вот это никак, никоим образом, не будет касаться некой диверсионной и прочей деятельности, которая развернута с 2014 года в полномостабе. Извините за длинный ответ. Коротко тогда, пожалуйста, еще скажите, что даст и надо ли признавать их государственным террористам? У нас 50 секунд. Ну, а здесь очевиден совершенно ответ. Надо, обязательно надо. И надо относиться к ним как к государственным террористам. И самое-то главное, относиться к тем людям, которые у нас в России есть, и сочувствуют им тоже, как к пособникам террористов. Вот, по-моему. Тут просто любопытный момент, который мы обсудим уже после перерыва. Тогда, если признаем их государством террористам, то уже, я так понимаю, ни о каких переговорах вообще можно будет не говорить, потому что с террористами же переговоров не ведут.